ВАХС Ахахах ЧТООР Нет серьезно, можно на секунду Это вас показывали по телевизору Я реально, кажется я, она говорит пошел по писне ПО respond Я в центре Да Который у твоего гостя? Ну да ВАУ trainer Всем привет Всем привет ЭАААААА Это Антон из Франции, это ГРОМКИЕ РЫБЫ Мы в ГОСТЕЯХ Мы в ГОСТЕХ Я здесь, чтоб мешать ГРОМКИЕ РЫБЫ, ЛУЧШИЙ КАНАЛ НА ЮТЮБЕ ПОЧЕМУ У ВАСТЬ ТОЛЬКО ТРИ자ock НЕ ПРАВИЛЬНО! НЕ ПРАВИЛЬНО! Наши же подписчики не знают тебя, Антон. Никак кто-то смотрел, но тем не менее. Расскажи о себе. А, да? У нас пошло интервью? Окей. Ребят, меня зовут Антон Риваль, а.к.а. Антон из Франции. Я актер, рэпер, можно сказать, видеоблогер, сценарист, стендапер. Мы проехали 900 километров для того, чтобы показать Антону из Франции ролики, которые снимает татарская эстрада. Подожди, это именно татарская эстрада? Татарская эстрада. Возможно, сегодня не сможешь спать. Серьезно? А это будет комедия? Это будет смешно. Слишком много тизинга, ребят, давайте мне показывать. Окей, давай-давай. Тащи рассуд горей. О, мой шокин гад. Не говори мне, что это по телеку показывает. Это показывает по телевизору. Не-не-не, это не. Кстати, кто так падает? То есть мы можем мизанцинировать на секунду человека, который так уронил. Вот это как будто я так ходил, ходил и такой, и такой, о! И мы можем тоже на секунду остановиться. Адидасы. Адидасы? Адидасы? Там шестиступенчатая коробка передач. Да, реально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть камермен-оператор снимал... что? Не, ну очевидно он снимает параллельную линию скамейки и намекает, что линии этих персонажей они не пресечётся в конце. Но я хочу тебе сказать, что начало уже страшно печали. Кстати, у меня ещё в голове отпечатался этот ребёнок с колесом в начале. Он у вас есть тоже? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда ты смотришь на солнце, у тебя потом такая маленькая штука плывет. А, ты начинаешь за ним следить, а там уходит. У меня сейчас этот ребенок с колесом, сейчас я тебе уверяю. Что написано по Акате с ребенком, катящим шину? Разгоним, что начинается сегодня, действительно? Не знаю, апокалипсис. Это реклама чего? Это реклама детского сада. Помните, что все время закапывают шины из-под колес, по которым ты бегаешь, падаешь, ломаешь тебе руку? Или это сервис детской вулканизации. Послаешь ребенка не за хлебом, а иди мне заплатку на шину поставь. Что? Что это такое? Это типа у меня денег не было? Это типа цветы? Типа позвони мне вечером на подберезовик. Я последний раз в стадике такое делал. Тогда это прокатывало. Воу, воу, воу. Что это было? Панорама с груди. Да, безусловно, я это замечал. В целом, меня этот кадр устраивает. Это как влог. О чем проблема? Не, ладно, хорошо, хорошо. Мне очень нравится, смотри, ее реакция. Смотрите на ее реакцию еще раз. Ее реакция вообще не в центре экрана сейчас. Спасибо, там беда по губам. Спасибо, просто можно тоже показывать, сказать. Можно сказать, спасибо. А можно... Спасибо. Спасибо. Я пойду, ладно? Да. Мы так и не узнали, что он находится на социальной рекламе. Есть ли желание увидеть, что там? Компьютер сделает четче изображение. Мне очень нравится этот панчлайн. Там, скорее всего, что-то будущее начинается сегодня. С младенцами и колесами. Опа! Опачки! Вот это поворот! Второй замечательный татарский сюжетный поворот. Он ей дал лист. Ну что, удивлена? А он такая... Спасибо. Ушла и попалась. Буквально, смотри, вон их скамейка. Она реально отошла не больше 10 метров. И она уже с другим парнем. А он такой, типа, надо, наверное, больше листьев. И купил цветы. Понял ошибку. И что же произойдет? Ну, смотри, она одета так же. То есть, ну, вряд ли бы девушка оделась бы так же, если был другой день, да? Это тот же самый день. Первый всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта. Тот мальчик с колесом, это был неолимпийский вид спорта. Так там... Стой, погоди. Это та же самая скамейка. По движению, что произошло? Она ушла сюда. Он ушел туда, к черной машине. И он уже отсюда идет обратно к скамейке. Как он... Но я хочу сказать, что логистика их движения абсолютно безобразна. Так в клипах никто не двигает. Так в клипах никто не двигает. Вот в чем смысл этой песни. Не дарите листики девушкам. Есть еще одна возможность. Когда можно подарить листья, это будет нормально. Приглашаешь его к себе домой, делаешь ванну и посыпаешь листочками и пеной ванну. Ой, видел я эти фотографии, честно говоря. Не укроп. Цветы-то сорваны. Да, реально, чувак. Он и поэтому кроссовки одел, потому что ему приходилось убегать от охранников. Он не выкинул. Он такой, выкинул. А, пригодится. Оператор такой, погоди, ты прямо их в мусор выкинешь? Не жалко? Цветы не выкидывай, сейчас монтажно все сделаем. Я свои подарю. Я тебе говорю, они их не выкинут точно. Флэшбэк того, что произошло 5 секунд назад? Это же реально флэшбэк того, что произошло. Это как будто я такой. Блин, классно мы поснимали. Блин, классно мы поснимали. Давайте еще раз так смигаемся, а? Да. Слушайте, ребят. Я еще раз повторюсь, но это важно мне сказать. Конечно, мы стебемся. Но любое старание нельзя осуждать. Это можно только нам. Это все шутки, ребят. Татарские клипы бывают, я уверен, очень хорошие. А мы просто шуты, которые любят посмеяться. Однажды сидим с Кириллом дома и приходят как комменты. Кто от Антона из Франции? Кто из Антона из Франции? Мы такие, баа, что за дела? Потом мы узнали, что Антон однажды сказал. Вау, Громкие Рыбы, прикольный канал. Смотрите их тоже. Это правда. Антон периодически, так сказать, со своего барского плеча рассыпал рецензии на каналы, которые ему показались... Талантливыми. Два канала, Никита Акс и Громкие Рыбы. Честное слово, это не реклама, нам никто за это не платил. Громкие Рыбы, скетчи, Никита Акс. Ну да, женский стендап. Женский стендап. Только в виде блога. Короче, ребят, зацените их, посмотрите их видосы, они этого заслуживают, а у них там очень мало подписчиков. Это не реклама, реально. Вот, это от чистого сердца. И мы будем это часто делать, мне кажется. Как только мы найдем что-то интересненькое, что можно посмотреть на Ютубе, будем об этом говорить. Сидели в луже, в таких лохмотьях, и он там, нам два серебряника кинул. И нам в нашу шляпу, у нас такие перчатки без 10 пальцев нет, так кинул. Хочу поддерживать такие ребята, как вы, потому что заниматься тем, чем мы занимаемся, именно какие-то актерские вещи, очень почему-то сложно заходят на Ютуб. Да. И я надеюсь, что когда у вас будет миллион подписчиков, вы будете также поддерживать маленький канал. Потому что это надо делать. Да. А не так, как все остальные блогеры. БИЧИС! Вот так сделаем такой эксперимент. Давайте попробуем плюсануть от наших подписчиков к Антону тысячу подписчиков. ВОУ! Антон нас порекомендовал, нам добавилось тысячи подписчиков. Серьезно? Да, реально. Блин, были времена нам. Кажите на канал Антона из Франции, там есть прикольные вещи. Талантливые, актерские, может быть даже вот... А, ты перестань, не перестань. Да, да, да. Вот мы вот иногда вот не можем как являться, а вот Антон может. Да ладно, вы можете тоже. Да. Давайте, раз, два, три. Ссылки в описании, лайки, колокольчики, подписки. Пока! Погодите.